Российские боевые корабли как в тире, расстреляли собственный траулер капитан Лобанов, который вышел из Калининграда, чтобы наловить дохлые корюшки себе на похлебку. А сейчас военные РФ пытаются засекретить данный инцидент. Около 11 утра 19 марта, траулер капитан Лобанов, подал сигнал бедствия после удара со стороны российских кораблей. Экипаж сообщил об обстреле, взрыве на борту и начавшемся сильном пожаре. Начался он после попадания предположительно снаряда из артиллерийского орудия морского базирования, выпущенного из корабля Балтийского флота. По смешному стечению обстоятельств, траулер капитан Лобанов попал в зону проведения учений Балтийского флота ВМС РФ. Об этом в том числе свидетельствует официальное предупреждение о зоне проведения учений. Они проходят у берегов Калининградской области. Последнее сообщение о ходе учений поступило накануне вечером, когда команда корвета «Бойкий» отчиталась о поражении учебных целей. К месту атаки на траулер, была отправлена спасательная группа. Пока они пришли, рыболовное судно уже пошло на дно. Тем не менее они нашли четверых рыбаков из семи. Одного моряка разорвало прилетевшим снарядом, и он погиб на месте, а еще двоих во время удара выбросило с небольшого судна, и они пропали без вести. Московский режим засекретил инцидент, но пообещал выделить деньги семьям моряков. В частности, будет выделен 1 миллион рублей семье погибшего по которому прилетел снаряд, и отстегнет по 500 тысяч пострадавшим. По официальным же данным, которые дает кремлевский режим системам массовой информации, на борту Лобанова якобы просто произошел случайный взрыв и пожар. А случился он, видимо, из-за высокой концентрации русского духа на борту. Из всего этого выходит, что российские корабли специально или случайно использовали траулер как учебную цель. Есть вероятность, что военные РФ знали о гражданском судне в том районе, но специально пустили его в расход, как говорится, для большей реалистичности учений. И тем временем, пока московский режим во главе с Путиным вытворяет подобные зверства, глупые россияне продолжают молча давиться похлебкой из корюшки. По стечению обстоятельств, сегодня, 19 марта, на России отмечается День моряка-подводника. И в честь праздника, моряков-подводников стало на несколько штук больше. В том числе и рыболовный траулер был переведен в разряд субмарины. Вот так интересно развлекаются моряки РФ на России, топя собственные гражданские корабли.